Здравствуйте, это Вести Хакасия, я Елена Крылова и главные темы выпуска. Чудеса дисциплины демонстрировали сегодня автомобилисты Абакана, несмотря на гололед, день жестянщика не состоялся. Сегодня Абакан проснулся во льду, ночной дождь многие не заметили, поэтому утром были неприятно удивлены. Скорость как машин, так и пешеходов снизилась практически до нуля. Может поэтому сегодня данные госавтоинспекции не шокируют запредельными цифрами? Подробнее Анна Ахпашева. Экономят дворники соль, и опять у наших ворот, каждый шаг неверен, как соль. Гололед, гололед, а люди в городе гуляют по льду, и не считают гололед за беду. Пожалуй, только чувство юмора помогло сегодня жителям Абакана пережить утреннюю глазурь на дороге. Хотя, как известно, было бы не так смешно, если бы не так грустно. В городской травмпункт с утра выстроилась целая очередь неудачно приземлившихся в два раза больше, чем в обычный день. Ну, тороплюсь на паспорт сфотографироваться. Ну, раза два уже упал, по-моему. Обходим, но аккуратно. Присаживаемся как-нибудь там. Ну, стараюсь по краешку обходить. Ой, очень сложно, это очень опасно. И ничего не подсыпано, конечно, неожиданность. Ледовой коркой утром было покрыто все. Многие из тех, у кого машины ночевали во дворе, не смогли даже открыть двери авто. Рискнули выехать в город тоже немногие. Преподнеся тем самым приятный сюрприз госавтоинспекторам. Готовились к худшему, однако аварий случилось даже меньше, чем обычно. За что отдельное спасибо. Сегодня зарегистрировано три дорожных транспортных происшествия с механическими повреждениями. Хотелось бы поблагодарить участников дорожного движения за сегодняшнюю дорожно-транспортную дисциплину, за соблюдение пункта 10.1 правил дорожного движения Российской Федерации. Впрочем, расслабляться пока рано. Кидать из плюсов в минус столбик термометра еще будет и не один день. Прогноз на предстоящие трое суток неутешителен. Сегодня ночью прогнозируется также дождь, переходящий мокрый снег в горных районах. Ночная температура будет находиться в пределах 0,5, местами до минус 10 градусов. Дневная температура плюс 3, плюс 8. Так что те, кто не успел вовремя переобуть свою машину, сегодня это наверняка сделали. И уже завтра, что называется, почувствуют разницу. По сценарию Фыркала ситуация с медиками развивается еще в одном селе Ширинского района, в Целинном. Напомним, мы рассказывали о нехватке медицинских работников. Село Фыркал лишилось последнего фельдшера. Сегодня же к нам в редакцию обратились жители села Целинное. Они уверяют, их ситуация в точности повторяет сценарий Фыркала, где люди полностью остались без медицинской помощи. Только проблемы не в жилье, дом врачу предоставили. За три года семь медработников покинули деревню и переехали работать в частный санаторий. В последнее время всю нагрузку брал на себя единственный фельдшер. И тот неделю назад из-за большого объема работы уволился. Сегодня в штате Фапа осталась лишь одна санитарка и водитель скорой помощи. Лечить практически 2000 человек некому. Народ уже начинает подниматься, так как уже неделю, уже сегодня нету работников. Сегодня уже приходили ко мне бабушки, поднимали проблему эту. Больше 300 только у нас пенсионеров. И вы сами подумайте, как можно в данный момент обслужить, если они даже уже некоторые и ходить не могут. Им нужны капельницы. На сегодняшний день у меня два дня уже человек сидит без капельницы вообще. Бабушка одна. Ажиотаж вокруг выдачи бесплатных участков Хакасии возрастает. Очереди желающих приобрести на делы растут. Так же, как и проблемы с их выделением. В правительстве все трудности называют рабочими. И просят жителей республики набраться терпения. Программа только набирает темпы. О том, что уже удалось сделать, сегодня говорили на совещании в правительстве Хакасии. Подробности у Ольги Стельмах. Сверить результаты, обсудить трудности. Главы городов и районов вместе с министрами подвели предварительные итоги по выдаче земельных участков. На делы уже получили 3,5 тысячи жителей республики. Больше половины из них – многодетные семьи. По оценкам специалистов, при таких темпах заметно сдвинуть очередь удастся менее, чем через год. А резерв на 2014-й – 10 тысяч участков. Нашему району дали квоты по многодетным семьям в «Зеленое» – 156 участков наших граждан, которые изъявили желание «Зеленое» взять земельные участки. И также в районе мы 36 участков выделили в этом году молодым специалистам. Земли-то хватит. Вот самый главный вопрос – это инфраструктура, электричество. Если у одних муниципалитетов больной вопрос инфраструктура, то для других непосильной остается подготовка земли к выдаче. Сложности, наверное, все-таки в вопросах финансирования. Чтобы сформировать, скажем, земельный участок там тоже. То есть межевать – это для района практически 800 тысяч. Между тем, в Таштыбском районе очередь по многодетным закрыта более чем на 70%. Оформлено 230 наделов. Молодым специалистам районной власти пока выдали лишь 20 участков, но до конца года планируют удвоить эту цифру. Цифры тоже впечатляют. Темп, который перед нами как задачу ставил глава республики, я считаю, что мы к этому темпу приближаемся вплотную. По крайней мере, по 2013 году, те прогнозы, которые у нас есть. Впрочем, вместе с ажиотажем вокруг бесплатной земли в Хакасе увеличилось и количество жалоб на работу специалистов. В два раза по сравнению с 2012 годом. Есть характерные жалобы, как то на местах не регистрируется обращение граждан, муниципальное образование затягивает, проходят все сроки по предоставлению ответов, жалуются на формальный подход. Разговор о жалобах и острых проблемах, с которыми столкнулись при реализации законов, по-видимому, продолжили в более жесткой форме. Вторая часть заседания прошла за закрытыми от прессы дверями. Ольга Семах, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Прожиточный минимум для пенсионеров в Хакасии поднимут. Этот вопрос сегодня обсуждали на президиуме Верховного Совета. В республике более 15 тысяч пожилых людей, которых по закону положено доплата к пенсии, так как она ниже прожиточного минимума. В этом году выплата для этой категории населения составляет 6059 рублей. С января следующего года эту сумму увеличивает на 4,5%. В итоге минимальная пенсия в Хакасии уже со следующего года возрастет до 6330 рублей. Что все же ниже прожиточного минимума, остановленного по России, на 24 рубля. Доплачивать будут из федерального бюджета. Для этого в пенсионном фонде уже предусмотрено 223 миллиона рублей. С увеличением минимального порога возрастет и количество человек, которые нуждаются в доплате до 17 тысяч. Еще один вопрос, который обсуждали сегодня на заседании. Компенсация родителям, чьи дети посещают детские сады. Такие льготы существовали и ранее, но не касались частных дошкольных заведений. С новыми поправками, которые рассмотрят на ближайшей сессии Верховного Совета, закон охватит и коммерческие организации. 10% ежемесячно будут возвращать семьям, если за детьми присматривают и ухаживают в частных садах. В финансовом плане сейчас муниципалитеты будут устанавливать, они получили право законом размера родительской платы, но не выше того, который устанавливает правительство республики. И вот предварительная прикидка показывает, что поскольку скачка, повышения размера родительской платы не будет, возможно даже будет понижение, поэтому мы с Минфином согласовали именно в таком плане, что на сегодняшний день дополнительных размеров финансовых вложений не потребуется. Жильцы Сталинок в Черногорске столкнулись с проблемами со светом. Напряжения не хватает, и чтобы бытовая техника не перегорела, ее даже приходится отключать вечером. Энергетики обещают, что скоро все изменится. Рассказывает Алексей Гончаренко. Дома в Черногорске по улице Ленина, не так давно капитально отремонтированные снаружи и довольно добротные внутри, имеют как минимум один, но довольно весомый недостаток. Электропроводка здесь не рассчитана на большую нагрузку, когда по утрам и вечерам домочадцы массово пользуются бытовой техникой. Да что там техника, лампочки толком не светят. Видишь, что? Вот загорел, слава богу. Но сейчас она... В сети, как показывает измерительный прибор, необходимых 220 вольт нет. Даже в полдень, когда потребление минимально, и даже 200 вольт нет в сети. Вот сейчас 180 вольт. Время 12 часов, все на работе люди. Поэтому нагрузка малая сейчас. И поэтому вот такое. А в вечернее время больше 150 не бывает. Понимаете? При таком напряжении не работает микроволновая печь, телевизор, а холодильник по вечерам отключают до полуночи из сети, чтобы не перегорел. Да что там холодильник? Говорят, дом не так давно чуть не сгорел. За обшивкой не видно, что он деревянный. Здесь был пожар, но мы вовремя заметили. Это было вечернее время. Мы вовремя заметили, сами полезли, потушили. Это нагрузка в доме такая. Такая сечения не отвечает. Сечения провода не отвечает на нагрузки. На обращение в Роспотребнадзор на днях пришел ответ. Энергетики планируют заменить на линиях электропередач старые провода на новые, создав большой запас прочности. В микрорайоне ждут этого уже не один год. Но черногорцев смутил срок, в который должны уложиться энергетики. До конца октября. Едва ли, едва ли успеют. До 1 ноября ты. Что-то черт ты знает, как они будут работать. Это же не одну опору. Не одну опору. А по всей линии надо. Чего не могли сделать за предыдущие годы, энергетики теперь обязуются сделать всего за два дня. Задача такая поставлена. Я думаю, что данные работы начнутся 29-30 числа. Там тоже все-таки необходимо потребителям отдельно отнестись со снисхождением, потому что работы будут проводиться, а эти работы связаны с отключением. Но это делается на благо потребителя, мы это понимаем. Поэтому данные работы мы проведем. И к первому числу, как и заявляли ранее, данные работы должны быть закончены. За последние два года, по информации Хакасэнерго, в реконструкцию сетей в Черногорске вложено почти 150 миллионов рублей. Но повсюду успеть невозможно, потому что, по информации этой же организации, причина в самих потребителях, покупающих слишком много в современной бытовой технике. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. В Хакасии резко увеличилось число пожаров. За минувшую семидневку их зарегистрировано 29. Это в пять раз превышает средний показатель. Пример позапрошлая неделя. Пожаров было всего шесть. В республике горит все. На дворные постройки, частные дома, от трех до семи пожаров за сутки. Накануне из-за халатности без крыши над головой остались две семьи. Сгорел дом на орбите и в селе неожиданном в Аскийском районе. В знаменке Багратского района фермер из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц потерял 20 центнеров сена. Спасатели добавляют, минувшая неделя для Сибири была теплой. И негативную картину на погоду списывать не стоит. Практически во всех случаях причина пожара – беспечность. Спасатели обнаружили на дне Енисея лодку пропавших рыбаков. Людей пока найти не удалось. Напомним, судно, в котором было шестеро мужчин, перевернулось 19 октября. Троим удалось выплыть. Еще троих спасателей ищут уже четвертые сутки. На Енисеи работают водолазы. И один из них буквально нащупал затонувшую лодку на глубине 20 метров. Поскольку в таких условиях техника, которая есть у спасателей, бессильно, дно слишком неровное. Ни под судном, ни рядом людей не было. Спасатели не скрывают, что шансы обнаружить тела слишком малы. Их, скорее всего, унесло течение. В Красноярском крае девушка сбила на машине медведя. Об этом сообщают краевые информагентства. Зверь вышел на дорогу в районе Сосновоборска. Рулевая Тойота не справилась с управлением и сбила его. Медведь сильно пострадал, поэтому прибывшим на место автоинспекторам пришлось его застрелить. Добавим, что в понедельник в Сосновоборске застрелили еще одного медведя. Он вышел на автозаправку. Животное вело себя агрессивно. Автобус есть, а попасть в него невозможно. Обитатели Абаканского дома ветеранов уже несколько лет испытывают неудобства, связанные с общественным транспортом. Автобус, пятый маршрут есть, он ходит по расписанию. Автобусной остановки нет. Заходить и выходить из автобуса пожилым людям и инвалидам крайне неудобно. Тему продолжит Олеся Калиниченко. Абаканский пансионат ветеранов рассчитан на 600 человек. Это не только пожилые и одинокие люди, но и инвалиды. Из них половина, то есть около 300 человек, продолжают вести активный образ жизни. Регулярно выезжают в город по делам и часто пользуются общественным транспортом. Я на репетиции выезжаю. Понедельник, среда, четверг. Пользуюсь частенько автобусом. И вот вылазить неудобно, сильно высоко площадочками. С той стороны хорошо, удобно, с этой стороны высоко. Да не только мне. Я и сотрудников спрашивал, им тоже плохо. Тоже говорит, неудобно вылазить. А сейчас тем более зима начнется и вообще будет гололедиться. Со стороны дома ветеранов остановка оборудована полностью. Есть место, где можно спрятаться в непогоду и самое главное – высокий тротуар и карман. Остановка напротив. От нее уезжают в город прямая противоположность. Это просто гравийная площадка, которая вне погоды превращается в большую лужу. И бабушки ездят у нас, и на рынок ездят за продуктами, ездят и в город, и в гости ездят. Им тоже неудобно. А у нас год от семидесяти вышел. В управлении коммунального хозяйства и транспорта о проблеме узнали от нашей съемочной группы. Жалоб из пансионата ветеранов, письменных или устных, не поступало. До конца этого года оборудовать остановку по всем правилам вряд ли получится. Нужен проект, масса согласований с госавтоинспекцией и самое главное – деньги. Эту работу мы планируем на 2014 год. Поэтому я прошу немного потерпеть. Мы с началом следующего строительного сезона эту работу выполним. Дополнительно могу сказать, что мы посмотрим, может быть, что-то подсыпать надо будет, что-то поменять уровень именно этой площадки. Это мы можем сделать сегодня. Как вариант, в управлении рассматривают перенос автобусной остановки ближе к мансионату ветеранов и дому-интернату Теремок. Но для этого потребуется частично изменить маршрут «пятерки», а это дополнительные расходы. Алиса Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Гору Самохвал украсят хакасские ворота Халха. Первый этап строительства мемориального комплекса памяти погибшим при защите Отечества завершается. Строители приступили к работе в середине лета и к середине осени сделана полная планировка участка в 400 квадратных метров. Рабочие разровняли территорию, проложили лестницы, бордюры, брусчатку. Территория готова для установки скульптуры памятных плит. Первыми возведут так называемые входные ворота Халха, через которые, по хакасским поверьям, гости могут очистить свою душу. Вот они лежат, то есть мы их замонолитили, скажем так, и остается замонтировать в готовые стаканы. А весной планируется перейти ко второму этапу строительства. Здесь появится изваяние, скульптуры, оформят газоны, высадят родовые деревья хакасов. Благоустроят также площадки для отдыхающих, установят мемориальные доски в память о погибших из каждого муниципалитета Хакасии. Напомним, проект мемориального комплекса представляет собой линейную композицию. В ней аллея памяти, лестница молодоженов, площадь скорби и печали, каменная аллея муниципальных районов, площадь для митингов и ритуальных церемоний. И на этом наш выпуск завершен. Напоминаю, материалы наших корреспондентов вы можете смотреть на сайте вести.дефисхакасия.рф. Увидимся завтра.